Александр Ступин на ярмарку приехал во всеоружии с самого утра. У него раскупили почти весь мед. Пасечник доволен. Урожай в этом году удался. Всего 10 семей пчел принесли более тонны меда. Об этом лакомстве продавец знает все. Васильковый, он дает немножко небольшой такой горечь, как бы миндальный привкус на любителя. Но он очень полезный, он очень редкий. Светлые меда, они более мягкие. То есть их можно есть много. И дети их могут есть свободно. То есть они не першат в горле, в отличие от гречишного. Гречишный тут ложечку съел, уже все. То есть он как бы в лечебных целях только. О разных вкусах меда пчеловод с 30-летним стажем всегда рассказывает покупателям. Слова подкрепляются делом. До совершения сделки понравившийся мед можно продегустировать. Вкусный мед, хороший мед. Васильковый первый раз попробовала, понравился. А так обычно? Донник. А донник в этом году нет. То, что донника не было, никого не расстроило. Меда на ярмарке было хоть отбавляй. Сладкое раздолье стояло на всех столах. Мед цветочный, васильковый, гречишный. Сельчане к ярмарке подготовились творчески. Практически у каждой палатки настоящее представление. Многие сюда пришли не только за покупками, но и за советами. Кто выращивает какие-то растения, делится опытом. С пчеловодами разговаривают, как разводить пчелы, какой мед лучше. С животноводами о животноводстве. Ну вот такое живое общение идет. Столы на областной ярмарке были переполнены не только медом. Мясо, хлеб, масло, лечебные травы. Спросом пользовалась вся продукция. Такая традиция в Добровском районе сохраняется уже несколько лет. За год здесь проходит 15 ярмарок в нескольких селах. Сезон 2014-го в самом разгаре. Организовывая вот уже в течение 18 лет ярмарки по всей области, целью мы ставим высокое культурное обслуживание, экологически чистые продукции и сниженные цены, так скажем. И у нас в этом плане очень здорово получается. Особым спросом пользовалась и мясо. Преимущество ярмарки – высокое качество и низкие цены. Все покупатели заметили это в сравнении. По 170, а на домах продают по 300. То есть на ярмарке лучше? Конечно. И по чаще бы не устраивали для нас. Все лучше. И сахарку подешевле возьмем. И сахар. В магазине 40, а здесь 34. 6 рублей. Вот поэтому мы и все на ярмарку идем. Не только накормить, но и развлечь. В преддверии первого спаса Медового в селе устроили настоящий праздник. На нем все собравшиеся узнали не только о пользе меда, но и о новых достижениях района. Наш район сельскохозяйственный. Здесь нет промышленности. И мы этим рады и довольны. Добровский район себя видит и поэкционирует в плане того, что в целом развитие его – это туристская рекреационная зона. У нас где-то 15 объектов должны быть построены. На развитие туристской рекреационной зоны в Добровском районе пойдет около 18 миллионов рублей. Здесь планируется построить гостиницы, кафе, развивать рыбалку и охоту. Юлия Чулария, Роман Авраменко, Липецкое время, Добровский район.